привет друзья сегодня на моем столе ничего нету и нету на нем ничего из-за недобросовестных продавцов на алиэкспрессе и именно о них мы сегодня и поговорим не так давно прогремела 11 11 число и черная пятница впереди новогодние распродажи вообще круглый год на алиэкспрессе случаются всяческие распродажи и многие из вас наверняка знают что в эти дни цены на многие товары взлетают просто до небес и скидки на самом деле никакие не скидки но по этим распродажам можно найти вполне вменяемые предложения с реальными скидками 15-20 процентов дешевле но и здесь не все так просто я давно себе хотел обновить очки и подумал что 11 11 число это хороший повод как раз таки для покупки новых очков стоят они дорого и в общем-то 11 11 можно было найти вполне себе хорошее предложение со скидкой в 2000 рублей нашел я продавца который зовется r-toys и у него достаточно хорошие отзывы то есть 97 и 4 процента положительных отзывов это для алиэкспресса хороший показатель цена у него была выставлена 19 500 вместо 22 200 без доставки собственно доставка спср выходила там примерно где-то рублей 700 и в общем то я положил глаз на это предложение ну как бы 19 500 там разница выходила без плана тысячи приготовил денежку и дождался 11 числа проснулся раненько открыл страничку товара и обнаружил во первых то что цену товара подняли подняли ее до двадцати тысяч до двадцати тысяч трехсот если точнее но в эту стоимость уже была включена доставка сс-пср я подумал ну окей принципе какая разница что я заплачу отдельно что заставка уже будет включена в эту стоимость в общем недолго думая я сделал заказ деньги несмотря на лаги алипей в этот день дошли нормально покупка прошла вот и я начал собственно ждать обработки моего заказа собственно прошло 12 число прошло 13 число никаких действий от китайцев произведения было ну понятно 11 11 большая нагрузка я в общем то и не жал не ждал быстрой обработки была заявлена обработка в течение семи дней и в общем то я на то и рассчитывал 14 числа утром пришел первый трек и в нем написано было извините у нас большая загрузка ну ближайшее время мы обязательно отправим ваш товар не беспокойтесь ну окей понятно хорошо что китаец отписался но на самом деле когда китаец присылает трек отмена заказа блокируется то есть до того момента когда трека еще нету вы можете нажать кнопочку отмена то есть cancel order и через какой-то промежуток времени вам денежки просто на счет вернуться и заказ закроется ну когда как бы заказ отправлен хотя трек номер он был фейковый грубо говоря если вы если вернее китаец дает вам трек номер и статус товара переходит в отправлены то отменить вы его не можете и собственно китаец с таким образом и застал убил заказ далее 15 числа приходит второй трек и в нем написано что извините за задержку бла-бла-бла мы не смогли отправить спс рам ну вот отправили другой транспортной компании и все гораздо быстрее придет не волнуйтесь все зашибись оба трек номера на моем имя они в русскую в россию как как и надо ростов на одну все дела то есть они трекаются думаю окей отлично товар отправлен я радостным и не тут то было 17 числа приходит сообщение от китайца ну так то так то ваш товар не отправлен извиняемся все такое и в общем вот вам инструкция как отменить заказ ему там нажмите cancel order но китайцы прекрасно понимают что cancel order никакого не может быть потому что заказ то уже отправлен ну собственно что я китайцы написал но я не могу нажать отмену потому что такой кнопки нету я могу только открыть диспут через десять дней после отправки товара на что мне китайцы через день ответил что окей да мы понимаем мы готовы вернуть деньги на paypal но чтобы вы понимали с paypal а идут достаточно серьезные проценты то есть за все переводы paypal берет комиссию первых комиссия спишется при получении мной суммы от китайца а потом еще и спишется при оплате мной какого-либо товара поэтому меня это никак не устраивало мне кажется написала что за ним братец будем открывать диспут и в общем то для меня это было правильное решение и если бы я дождался эти 10 дней если я дождался еще 10 дней там до завершения диспута я уверен что в принципе диспут был бы на моей стороне то есть арбитраж был бы на моей стороне алиэкспресса то деньги я все до рубля получил бы обратно в общем то 10 дней нужно было ждать плюс еще какое-то время нужно было ждать самого диспута и через несколько дней я обнаружил что у меня на бангуде есть неиспользованный купон на 20 долларов по которому я бы мог купить их там не в общем то я покусал локти потому что цена выходила даже немножко ниже того что я купил на алиэкспрессе но мне нужно было решить возврат денег до 29 числа поэтому я решил дать свой paypal китайцу и попросить возврат на собственно paypal это было моей роковой ошибкой потому что потерял на этом две с половиной тысячи в общем китаец морозился еще около пяти дней с возвратом через пять дней я таки денежку выдал и во первых китаец явно занизил сумму возврата но занизил он не сильно там лету на 5 7 долларов возможно но все равно неприятно по моему не списали около трехсот десяти долларов вернулась мне на счет 297 долларов но я платил потом еще и комиссию за то есть минус 16 долларов со своей стороны в итоге там получилось около сейчас вы видите картинку там точно сумма написано но это не все так как paypal у меня рублевый решает что мне нужны рубли и он берет конвертирует по своему шибанутом у курсу в рублей соответственно я теряю еще большую сумму и в итоге с 20 тысяч 500 вернее 20 тысяч 200 мне на счет вернулись 17000 17 тысяч пятьсот девятнадцать рублей то есть вы понимаете что это две с половиной тысячи потери единственным плюсом является то что в таком случае вам вернется ваш кэшбэк если вы используете какие-то сервисы кэшбэка то принципе кэшбэк будет одобрен в случае же диспута диспут будет закрыт и и кэшбэк вам не придет но потому что как бы покупка не прошла вы спросите а в чем смысл вообще данной махинации для продавца а смысл в том что он набивает себе как бы продажа определенного товара например как вы ищете для себя определенный товар на алиэкспрессе принципе обычно ищется либо по минимальной стоимости до вместе с доставкой либо по большему числу продаж ну логично люди вроде как не дураки если определенного продавца большее количество продаж ну как бы доверия к нему больше и с большей вероятностью вы закажете у него так у этого китайца было до 11 11 всего три продажи этого товара а сейчас у него целых 6 сделок и он на первом месте если попробовать поискать на алиэкспрессе altitude v3 вы это можете сейчас видеть то есть а до 11 он был далеко внизу далеко не далеко внизу далеко не первый так скажем это первое второе есть некий кэшбэк со стороны алиэкспресса по продажам то есть он компенсирует часть скидки смотрите грубо говоря продавец может выставить 10 процентов скидки в но в определенный день без потерь для себя и грубо говоря алиэкспресс добавляет еще 10 процентов своих денег и скидка получается 20 процентов и как бы уже вполне себе хорошая скидка и если товар как бы считается отправленным сделка совершена то китайцы получают компенсацию и вам-то компенсацию он это не возвращает он и и кладет в карман плюс еще резон в том что он не доплачивает вам совсем маленькие деньги но даже 5 долларов поверьте то есть не до дачи вам на paypal для китайцев это большие деньги они могут и за 2-3 доллара удавиться так что смысл первое в рейтинге второе там в 50 в долларах которые вам обратно не вернут и в кэшбэке со стороны алиэкспресса какие выводы можно сделать из этого всего во первых если вы попали в подобную ситуацию обязательно решать ее только через диспут потому что в случае решения через диспут вы получите все деньги с точностью до рубля до доллара на тот счет с которого вы оплачивали покупку например если вы оплачивали там виза или мастеркард то деньги вернутся именно туда учтите что если вы все таки возвращаете деньги на paypal и захотите вывести оттуда деньги на карту то вы потеряете еще и проценту на выводе с карты в моем случае я как бы приобретал на банк гуде с напрямую спай пола и спай пола ничего выводить мне не нужно было но если вам придется выводить то учтите что вы потеряете еще деньги поэтому я считаю что лучше доводить такие ситуации до диспута и возвращаются деньги только через диспут во вторых никогда не соглашайтесь на положительные отзывы после таких ситуаций китаец меня просил о положительном отзыве я не согласился и сейчас вы можете видеть последний отзыв на страничке данного товара ссылка кстати в описании можете заглянуть и поставить моему отзыву лайк вот там уже пару лайков есть так что ставим лайк отзыву вот отзыв я написал по-честному поставил единичку китайцу и теперь у него хотя бы на этом товаре рейтинг немножко ниже что меня радует но смысл в чем я на самом деле очень удивился почему китаец опубликовал отзыв если вы пишете отрицательный отзыв то китаец может не опубликовать его в течение месяца отзыв публикуется в момент того когда сам продавец пишет отзыв вам и в этот момент собственно оба отзыва они как бы публикуются но китаец может течение месяца никаких действий не производить и отзыв публиковался бы только через месяц если вы решаете вопрос через диспут то через диспут отзыв будет опубликован сразу после его завершения и я настоятельно рекомендую рекомендую оставлять именно отрицательный отзыв ни о таких положительных отзывов вечером после таких ситуаций не может быть поэтому внимательно относитесь к выбору продавцов на алиэкспрессе я например пользуюсь в товарах рц направленности услугами только трех продавцов проверенных с которыми с которыми общаюсь уже больше двух лет никаких проблем с ними не было и если товар есть у них даже там пускай на 100 рублей дороже а у какого-то другого неизвестного продавца есть он немножко дешевле то я все равно покупаю у проверенного продавца потому что месяц ждать себе дороже потому что могут не отправить могут отправить что-то другое в общем проще заказывать у тех продавцов с которыми вы имели дело либо же заказывать на бангуде и гербейсте если там возникают какие-то проблемы то можно написать всегда в техподдержку в техподдержка там вполне радушно и не решает обычно все вопросы но единственное у меня претензия к бангуды такая что бывает написано товар отправка в течение там трех-пяти дней на самом деле поступления бывают нам в течение двух недель но если написан четкий срок например товар прибудет там 1 ноября значит он будет на складе 1 ноября либо там отправка в этот же день тут практически с вероятностью 90 процентов что ваша посылка будет отправлен на следующий день вот ну собственно учитесь на чужих ошибках то бишь на мои ошибки не повторяйте и и всем удачи до скорых встреч